Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и, ребят, наконец-то разработчики выложили новость по поводу того, что уже буквально завтра выйдет обновление 9.4. Заходим в эту новость и давайте быстренько, кратенько с вами будем разбираться, пускай не в всех нюансах данного обновления, но обсудим то, что основное. По крайней мере, то, что я, допустим, считаю основным. Возможно, если вы считаете основным что-то другое, пишите в комментариях. Значит, смотрите, 9 ноября, то бишь завтра, будет выпущено обновление 9.4, мы все уйдем на обновление и по результатам, что мы получаем. Первое, чему я безумно рад, вот прям совсем безумно рад, это тому, что появится новая веточка ПТ-шек. Ее очень сильно не хватало в дереве развития Европы, поэтому, ребят, ну лично для меня это праздник, потому что ПТ-шек прям там вот совсем-совсем не хватало до боли. Были ТТ, были СТ, но, ребят, ПТ-шками как-то обделили. И ПТ-шки сами по себе довольно-таки прикольные. Я не могу сказать за все, но, по крайней мере, потому что рассказывали, типа, прям чудо-чудное, диво-дивное. Хотя, по факту, меня, безусловно, интересует больше всего ПТ-шка 10 уровня. Потому что то, что начиная там с 7 уровня, новая система механики, да, там, в отношении дозарядки и так далее, это, конечно, прикольно. Но все-таки десятка, венец и венец довольно интересный, потому что, как и говорилось ранее, будет интересная система не просто дозарядки, а система, которая позволяет набивать, допустим, больше урона в минуту, если использовать первый, который вы отбрасываете снаряд, и, соответственно, третий, который дозаряжается, если перезаряжать весь магазин. Если вы играете исключительно одним снарядом, циклично, вы будете иметь ДПМ 200... ой, господи, 2700 плюс. Но при этом урон будет 490 альфы. Если вы используете два снаряда, вы получаете 980 урон, но 2000 плюс в минуту. Короче говоря, ребят, чем больше снарядов вы будете откидывать с пушки, тем меньше будет становиться ваш ДПМ, но при этом повышаться урон. Короче говоря, ребят, ну, я бы сказал, что довольно интересная система, и очень-очень хочется ее попробовать. Я не понял вот этого прикола. То есть, получается, если ты все снаряды откинул, и потом будешь только одним откидывать, дозаряжая только один, а не дозаряжая весь магазин, то, соответственно, твой ДПМ падает там вообще в какую-то пропасть, а урон превращается в тот же, который есть на первом снаряде. Ну, это я так понял. Что же по факту будет? Посмотрим, как это будет играться, но мне реально стало очень сильно интересно. Мне, честно говоря, без разницы вот эти легендарные камуфляжи, я не любитель тратить бабло на всю вот эту вот чушь по одной простой причине, потому что красота танка, это, конечно, хорошо, но лучше, чтобы он игрался хорошо, а не просто красивым умирал. Поэтому на это я, честно говоря, внимания не обращаю. Балансные правки. Я посмотрел балансные правки. Честно говоря, там по поводу М6, как бы, меня немножко заинтересовало, но не сильно, потому что время перезарядки увеличено. Зачем? Непонятно. Машина никогда не была прям бешеной имбой, поэтому в чем был дисбаланс, я вот заинтересовался, но, честно говоря, не понял. По остальным машинам пробежавшись, я понял, что мало из этих машин меня интересует изменением их характеристик. Заинтересовало меня изменение характеристик по Соединенным Штатам, по тяжелому танку Т110Е5, но, как бы, бронирование в ЛД увеличили, окей, хорошо, но от этого танк, он, ну, прям, я не думаю, что взыграет какими-то новыми красками. Поэтому, честно говоря, из всего вот этого вот перечня техники, по которому что-то там балансировали, меня больше всего заинтересовала, честно говоря, первая строка. Тигр Курамурамины, СП, ему время перезарядки уменьшили с 7,6, ну, 7,7 до 7 секунд, и средняя бронепробиваемость ББшными снарядами увеличили со 150 до 155. Если в отношении бронепробития здесь ощутить будет прям вот эту грань, мне кажется, сложновато на шестом уровне, то, я бы сказал, по времени перезарядки Курамурамины действительно, ну, не хватало, да, уменьшения времени перезарядки, соответственно, увеличения скорости КД. Я бы вообще уменьшил где-то до 6,8 по чесноку, потому что Тигрик игрался бы, ну, еще лучше. Хотя, в целом, и на том большое спасибо. Это что касается балансных правок вот этих и введения новой ветки. Что еще нам говорили по обновлению 9.4? Новость, которая меня очень сильно улыбнула, это то, что наконец-то будет возможность играть ребятам по их уровню подготовки. И я очень сильно ждал этого момента. Мне очень хочется верить в то, что на этом все не закончится. Что изменение вот этих балансных правок, да, там в отношении того, что будут две очереди, и, соответственно, с этих очередей будут выбирать соответствующие бои, что более подкованные пойдут к более подкованным, а менее подкованные к менее подкованным. Это действительно классно, потому что, давайте будем говорить откровенно, те, кто хорошо играет, да, они действительно должны там, ну, вытягивать за тех, которые не сильно хорошо играют. Это первое. И здесь необходимо это действительно честно признать. Что касается более слабых игроков, им действительно, хотя они доиграли там до 8 уровня, а некоторые даже до 10, им действительно сложновато соперничать с теми ребятами, которые более подкованы. И сейчас будет приблизительно как с игрой в шахматы. Если ты умеешь играть классно в шахматы, ты ходишь на, не знаю, там, какие-нибудь занятия шахматами, и ты просто-таки красавчик, то ты красавчик только в школе у себя, или где-то там, я не знаю, в институте на работе, если ты играешь с теми, кто шахматные все эти секции не посещает. Вот их ты можешь круто нагибать. А вот когда сейчас все эти шахматисты, которые круто играют в шахматы со своими одноклассниками, которые в шахматы вообще играть не умеют, да, или там понимание имеют, но не полное, они все сядут за столы играть друг с другом, вот тогда-то мы и похохочем. По одной простой причине, потому что те, кто играли слабенько, они, соответственно, и будут играть слабенько, но уже с такими же, как они, и значит силы будут равны. А вот на ком свой средний урон будут зарабатывать те товарищи-статисты, которые стояли на дальнике, и пока ребята менее опытные, работали за светом живым, и пытались бодаться с соперниками лоб в лоб, а вот эти товарищи стояли где-то там вдали в кустах, и набрасывали свой великолепный средний урон, которым они хвастались, то я так понимаю, что для этих товарищей бои теперь будут заканчиваться ничьей, потому что ехать светить никто не будет, и средний урон у них придет где-то приблизительно к нулю. Ну, а бои будут заканчиваться по истечению времени. Ладно, ребята, шутки шутками, я действительно очень рад тому, что наконец-то есть хотя бы призрачная, да, призрачная надежда и вероятность того, что наконец-то кто чего гораст, тот с теми и бодаться будет. И это действительно классно. Те, кто плохо играют или средняково играют, они не будут страдать от суперскилловых игроков, ну, а суперскилловые игроки не будут сетовать на раков, что они все слили. Теперь, ребята, суперскилловые сами по себе да сбок будут, ну, а среднячки и, соответственно, те, кто до среднячка даже не дотягивают, они будут находиться в своем уровне, ну и, соответственно, я думаю, таким образом действительно силы команд будут нормально взвешены. А на данный момент у меня все, ждем обновления 9.4, обновляемся завтра, и побежали в новые классы боев и, соответственно, выкатывать новую ветку. Я безумно этого момента жду, готовился очень долго, собирал свободку, но, короче говоря, бустерочки подкопил себе, которые помогут мне этим заниматься, но и постараюсь все это дело в стримах еще запилить, если повезет. А на данный момент все. Подписывайтесь на канал, если вы за честные обзоры. Буду рад вам всегда. Всех благ, всего хорошего вам, мира и спокойствия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова